Привет! Как дела? Я уже рассказывала, с какими сложностями в первые годы жизни встречается иммигрант на чужбине. Когда я впервые приехала в Лондон, мне пришлось ко многому привыкать и познавать мир, так скажем, заново. О всех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Ну, а сегодня я расскажу о том, как же искать друзей в чужом городе, в чужой стране. Мне повезло. К тому моменту, когда я приехала, меня уже ждала подруга, с которой мы познакомились еще в 2009 году, когда я была туристом. Ее также звали Настя, о ней я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И именно она, ну, помимо моего брата, стала моим лучиком света, проводником по жизни в Англии. Она рассказывала про то, как принято, как нужно делать, про традиции, про культуру. А также, так как она была журналистом, ей часто перепадали какие-то билетики. Тогда, я помню, очень часто проходили наши русские КВНы в Лондоне. Об этом я тоже буду рассказывать. И она меня приглашала, они ходили вместе со своим мужем и брали меня с собой. Ну, и также мы куда-то ездили периодически в выходные дни. А так, в принципе, больше общаться мне было не с кем, кроме моих однокурсников на курсах английского языка. В принципе, общения мне хватало. Но я очень люблю путешествовать, вы, наверное, уже это заметили. Поэтому я искала друзей, которые не привязаны так сильно к дому, потому что Настя была замужем и не всегда могла выбраться на выходные и встретиться со мной. Не привязаны сильно к каким-то обязанностям, ну, наверное, которые были свободны от семейных уз и могли путешествовать в выходные дни вместе со мной. То есть я решила, что мне будет интересно путешествовать по Англии и таким образом набирать круг друзей по одному интересу путешествия. Я дала в русскоязычную газету Англия объявление. Такая газета существует. Я, наверное, тоже сделаю некий такой обзор, что русскому человеку можно найти в Великобритании, чтобы как-то поддерживать свою русскоязычную жизнь в том или ином городе Англии. Потому что как такового русского сообщества, ну, как бы центра такого, куда можно прийти и с кем-то пообщаться, у кого-то спросить, какие-то проблемы порешать и с кем-то познакомиться, в Англии не существует. Об этом я тоже буду рассказывать. И людям, иммигрантам, которые только-только прибыли в Англию, сложно найти друзей. Изначально, естественно, все ищут своих. Из России, из стран Прибалтики, которые говорят на русском языке. И русскоязычных друзей, которые помогли бы им адаптироваться в дальнейшей жизни в Великобритании. Но, к сожалению, как многие замечают, и я тоже заметила это на своем веку, русские не очень любят помогать своим же русским, вновь прибывшим гражданам. Ну, как бы мнение такое ходит, что я вот всего добился, и ты попробуй сам всего добиться. Не знаю, я так не считаю, я все равно считаю, что нужно помогать людям. Но, с другой стороны, если садятся тебе на шею, и ты уже становишься обязанным вести человека куда-то по жизни, это уже напрягает. И, видимо, в связи с таким дисбалансом русские всегда сторонятся русских. Если кто-то слышит рядом русскую речь, стараются или сами замолчать, или подальше отойти, такое я часто замечала в Лондоне. Но мне повезло, опять же таки, не знаю, я, видимо, очень сильно хотела найти друзей. И по газете достаточно много людей обращалось ко мне. Я давала только свой e-mail, и мы начинали какую-то переписку. Я пыталась узнать, что это за человек, чем он занимается, сколько лет, откуда приехал. Вот такие вопросы задавала, люди отвечали. И в какой-то момент мы назначали встречу и встречались. Да, встречи могут быть опасными, но мне повезло, у меня ничего такого экстраординарного не случилось. Я все-таки доверяю людям и пытаюсь с ними найти общий язык. Да, со многими мы расстаемся после первой встречи, потому что мы не можем найти контактов, мы не можем найти общих интересов. Допустим, я бедный студент, а девушка пришла из богатой семьи, которая никогда не знала, как экономить. Ну, в общем, какие-то нестыковки. Если ты чувствуешь, что не твой человек, вы сами по себе как-то разбегаетесь. Ну, некоторые люди оседали в моем маленьком кружочке. И так вот у меня за время проживания в Лондоне, за 8,5 лет, было 3 или 4 больших хороших компаний, с которыми мы путешествовали как на пляж, на море куда-то, так и в другие города посмотреть и поузнавать что-то новенькое. К сожалению, в какой-то момент люди уезжают, то ли в другой город получают новую работу, то ли виза заканчивается, то ли еще что-то. Там кто-то замуж выходит, уезжает в другую страну жить. Люди теряются с течением времени, и мне приходилось снова организовывать какой-то новый круг. И вот так вот постепенно через газету там были бесплатные объявления. Я еженедельно давала такие объявления, и в принципе, да, много людей проходило через меня, через мой отбор. Наверное, человек 50 я встретила на своем пути, и из них человек 15 реально осело рядом со мной, ну, в различные периоды моей жизни, и мы какое-то время проводили вместе. Было достаточно интересно. Про других моих друзей или про компании, о которых я еще не рассказывала, тоже попозже расскажу. А так вот в фотографиях и в видео, которые я показываю, куда мы путешествовали, всплывают некие новые для вас лица. Это вот все мои друзья по путешествиям. Сказать, чтобы так вот просто на улице встретить кого-то из русскоязычных друзей, мне никогда не удавалось. Абсолютно все мои русскоязычные друзья – это друзья конкретно по поиску, по объявлениям. К сожалению, где-то с 2015 года газета «Англия» стала брать деньги даже за такие объявления, ищу друзей и так далее. У них были платные объявления, там, по поиску работы, по поиску профессионалов какой-либо деятельности. А вот категория поиска друзей попадала в бесплатную такую нишу, и я периодически давала такие объявления. Но когда это стало платным, я уже перестала искать друзей. На тот момент я уже училась в университете, у меня уже появились англоязычные друзья, с которыми я тоже, кстати, пыталась познакомиться по объявлениям на сайте ГАМ-3. Тоже буду рассказывать, у меня было несколько свиданий с молодыми людьми, англичанами или ирландцами, вот по таким вот объявлениям. Одно из них закончилось плачевно для меня. Я потеряла свой фотоаппарат, и я думаю, что вот мой несостоявшийся бойфренд просто украл её. Но об этом тоже буду рассказывать. Очень много интересного и забавного и страшного происходило в моей жизни в Англии. То есть я была очень активная, и постоянно что-то происходило в моей жизни. Поэтому да, расскажу и про эти случаи. Кстати, вот подругу Монику, про которую я уже тоже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, я нашла вот на этом самом сайте ГАМ-3. Мы там стали переписываться и потом задружились в Фейсбуке. А когда мне понадобилась певица для моего университетского проекта, я вспомнила о ней, и с тех пор мы вот так вот плотненько дружим. Это было где-то в 2015 году, мы с ней впервые списались, в 2016 встретились. И вот уже 5 лет назад, получается, у нас создалась такая дружба. И все друзья, которые сейчас живут в Лондоне, русскоязычная категория, они все были найдены по объявлениям. Поэтому если кто-то сейчас едет в Англию, и у него возникает ощущение одиночества, и он остро нуждается в друге, пишите какие-то объявления. Есть в Фейсбуке русскоязычные группы, русские в Великобритании, еще какие-то. Пишите объявления и ищите таким способом друзей. Не бойтесь встречаться с людьми. Да, возможно, вы потратите зря время, да, возможно, вы пообщаетесь с ненужным вам человеком, но зато среди вот таких ненужных людей вы найдете одного или двоих нужных вам людей, которые для вас станут друзьями по жизни в Великобритании. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok